Эксперименты бывают не только в институтах и лабораториях, но и в зоне. Весь 2016 год в колонии номер 3 города Кинишма опробировали модель Центра исправления осужденных. Весь спецконтингент, а это 500 впервые приговоренных к заключению женщин со всего ЦФО, условно разделили на три группы и увеличили количество офицеров, следящих за ними. До эксперимента и сейчас после него в каждом отряде было по 60 женщин и один приставленный к ним сотрудник, начальник отряда. Во время федеральной апробации Центр состоял из 180 осужденных и целой группы специалистов – психолога, воспитателя, ответственных за организацию труда и надзор. Сменился и график работы сотрудников. В Центре они находились от подъема до отбоя. Все эти меры дали положительный результат. За отчетный период увеличилось число осужденных, которые обращаются с ходатайствами по условно-досрочному освобождению, обращаются с ходатайствами по замене отбытой части наказания, более мягким видом наказания, и более уже положительные решения судов, примененные к этим осужденным. Увеличилось количество осужденных, которые за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение переведены в облегченные условия отбывания наказания. Большее количество женщин перевели в колонию поселения. Меньше стало нарушений режима. Даже успеваемость в местной школе улучшилась. А все потому, что подход к осужденным стал индивидуальным. И возникающие в отряде проблемы стало возможно не только сразу решить, но и предотвратить. Екатерина в третьей зоне отбывает наказание за серьезное преступление. Находится здесь женщина уже девятый год. Изменения в режиме пребывания ей есть с чем сравнивать. Рассказывает, внимания к осужденным стало больше. В совете офицеры никогда не отказывали, не отмахивались от разговора из-за занятости. Когда начальник в отряде, ты можешь решить какие-то свои вопросы, какие-то проблемы. Ты можешь в любой момент, то есть можешь к ней подойти, она тебе всегда поможет. Ну а когда ее нет, носишься с такой головой, с какими-то своими проблемами, не зная, куда бежать. Эксперимент в СИН был направлен прежде всего на исправление осужденных. Поэтому большое внимание уделялось работе психолога. Специалисты дежурили в центре весь день, регулярно проводили индивидуальные тренинги и групповые занятия. Задача была дать установку осужденным на будущую добропорядочную жизнь. Более глубоко выяснялось, чем живет осужденная, какие у нее именно интересы глубинные, скрытые в ней. Потому что порой она не знает, что она именно хочет. Да даже поведение свое она иной раз не может объяснить. Вот и поэтому ей оказывалась помощь именно в объяснении своего поведения, формировании истинных мотивов. Как она, прогноз поведения осуществлялся, как она будет в период адаптации вести себя, как в основной период. И прогнозировалось возможное поведение после освобождения. Эксперимент федеральное руководство ФСИН проводило во множестве регионов страны. Итоги уже отправлены для анализа. И сотрудники, осужденные Кинишемской колонии номер 3, рассчитывают, что инициаторы полученными данными останутся довольны. И эксперимент превратится в повседневность. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кинишма.